Это Вестиутро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенджева. Здравствуйте. Чем сейчас живет Союз Афганцев в Карачаево-Черкесии? Какую помощь они оказывают участникам СВО, что делают для воспитания чувства патриотизма подрастающего поколения? Об этом, а также о том, с какими проблемами сегодня столкнулись члены Союза Афганцев, в эти минуты моей соведущей Белли Джозаевой расскажут председатель правления ветеранов Афганистана в Карачаево-Черкесии и специальных военных операций Сам Амчуев и его первый заместитель Владимир Лапин. Доброе утро всем. Доброе утро, ИСА. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, ИСА, хочу у вас спросить, как обстоят дела в вашем Союзе сейчас? Ну, как сказать. Пытаемся, работаем. Тем более, сейчас очень трудно. Специальная военная операция больше года. И наши ребята очень сильно помогают на специальной военной операции. Мы трижды отправляли гуманитарный конвой. Более двух тысяч писем отправлено. И, соответственно, два моих члена организации сейчас на войне. Насколько я знаю, совсем недавно вашему Союзу присвоено... Ну, вы вышли с ходатайством, насколько я знаю. Имя генерала Султана Кокезовича Магометова. Расскажите об этом. Об этом мы как бы хотели давно, но назрел момент, когда было написано «Ходатайство в Москву», чтобы нас поддержали. И в Минюст пришло письмо. После письма Российского Союза ветеранов в Афганистане специальных военных операций, мы собрали правление, направление обсудили. Все были за. И, соответственно, подали документы. И от 16 мая наша организация теперь носит имя генерал-полковника Магомедова. Я вас поздравляю. Спасибо. Для нас это честь, потому что носить имя прославленного человека и увековечить его прежде всего. И, конечно, были получены разрешения родных племянников его. И мы соблюли все, что возможно для того, чтобы генерал Султан Кокезович Магомедов был увековечен даже в нашей организации. Он же афганец номер один. Да, конечно. Я знаю, что у вас проблемы с офисом вашим. Что происходит? Дело в том, что проблемы эти есть у нас. Мы там уже сидим, где сейчас по адресу Кирова 1. Более 18 лет. Это помещение нам было выделено Министерством имущественных отношений. Но в виду, я не знаю, почему так получилось, три раза я уже делал, как бы продлевал договор об аренде, но уже спортивная школа ММА. Пока не получается продлить, нас пытаются оттуда выселить. Ну, я не знаю, этот коридор, где находятся все эти комнаты, взяла спортивная ассоциация стрельбы, практической стрельбы КЧР в лице Чумаева. Я его сам не видел, но буквально несколько недель назад я не смог попасть в офис, так как замок был заменен. Ну, а где вам собираться тогда? Ну, очень хотелось бы, чтобы нас услышали, потому что, вот представьте, Белла, за 7 лет именно Афганским Союзом ветеранов боевых действий сделано более тысячи уроков мужества. Три гуманитарных конвоя, более двух тысяч писем проведены различного рода региональных, межрегиональных, да, вот мероприятий районных, городских, более ста. Очень значимых при этом. И хотелось бы, вот, пользуясь случаем, обратиться. Я писал письмо на имя главы, чтобы, если мы нужны для воспитания подрастающего поколения, школьников, молодежи, то пусть помогут хотя бы с помещением. Владимир, а ваше мнение по этому вопросу какое? Ну, хотелось бы, чтобы ребятам было членом правления где-то собираться, обсуждать насущие проблемы. В том числе и дети приходят там своего рода из Саи, что создал музей, а Бавланистане. Дети приходят, ученики смотрят, задают вопросы, общаются. Ну что ж, я очень надеюсь, что вы будете услышаны и эта проблема в самом скором времени разрешится. Спасибо вам. И хотелось бы, пользуясь случаем, Белла, так как я педагог, 8 лет работаю педагогом, поздравить всех педагогов нашей республики с замечательным праздником, Днем Учителям России, пожелать здоровья, финансового благополучия. Спасибо. Вам спасибо за то, что пригласили нас в студию. На этом я прощаюсь. С вами через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного продолжения дня и до встречи.